Друзья, всем привет! Сегодня 24 августа, 9 часов утра, благоприятные погодные условия. Я нахожусь в Карелии, решил проверить один из лесов Прионежского района. Здравствуй лес, здравствуй первый гриб. Вот такой вот он, огромный гриб, желтобурый подосиновик. Бельчатам оставлю, включаю навигатор, поиск спутников. В этом выпуске расскажу вам грибную, ягодную обстановку на сегодняшний день. И отвечу на часто задаваемые вами вопросы. Так, раз, два, три. Три сыроежки. Вот такое удовлетворительное состояние. Пожаровать не будем, оставим. Зеленый мох, тишина, спокойствие. А какой свежий воздух. Сразу же обстановка по чернике. Ягодка есть, но уже отходит. Местами уже пересохшая. На смену чернике скоро придет брусника. Уже поспевает. А позже начнется на болотах клюква. Вот здесь такая речушка была. Обратите внимание, все пересохшее. В августе месяце буквально пару дождиков небольших. Неимоверная засуха стоит. Сейчас посмотрим перспективные участки грибные, где побольше влаги. Сыроежек уже много встретил. Если будут маленькие попадаться, будем брать. Ух. Так, туда. Если буду что-то пропускать или не замечать, вы мне пишите тоже. Так, а вот и поменьше. Малюсенькая, не раскрывшаяся, желтая. Их более 120 видов. Снимаю пленочку на сковородку и жарю. Вопрос, как ты, Руслан, не боишься заблудиться в тайге-1 в лесу? Вот ответ в моих руках. Пользуюсь навигатором. Здесь у меня забиты мои грибные точки. Отслеживаются грибные треки. Обязательно с собой беру комплект запасных батареек, чтобы не заблудиться. А вот впереди гриб. В этом году грибная обстановка своеобразная. Какие-то направления работают лучше. Где-то грибы быстро проходят. Где-то только начинаются. Вот такой нас встречает огромный гриб. Привет, посмотрите. Такой дедок. Настоящий карельский. Не буду даже его трогать, рвать. Такой старичок. Приятная находка. А вот и красный мухомор. Посмотрите. Маленький, молодой, красивый. А вот впереди озеро. Выбрал сегодня этот лес не случайно. Здесь побольше ветра, дует влаги. Мне кажется, поперспективнее. Вот у нас еще костяника растет. Красная ягода. Внутри небольшие косточки. Пора очень вкусная. В детстве часто ее кушали. Лисички. Ничего себе. Вот это новости. Молодые, чистые, не пересохшие. Растут грибы. Вот местами сколько черники. Посмотрите, сколько ягод на кустах. Вот добрался до березовой рощи. Травка спрашивает, есть ли у вас змеи, звери. Конечно, змеи есть. Гадюки. Безобидные ужи. А здесь у нас прячется облечник. Белое молочко. Характерный признак. Тоже вкусные грибы. Так вот из зверей есть у нас медведи, кабаны, лоси, рыси. Важно соблюдать безопасность в лесу. Так приятно остановиться. Покушать прямо с куста. Утолить жажду. Варенье из нее делаю. Компоты можно. Пироги печь. Черничка. Спрашивают, ты же не охотник? А как ты медведей не боишься? У тебя же нет ружья. Об этом чуть позже покажу вам. Это у нас под березовик. Какой красивый. молодой белый под березовик. А рядышком еще одна серушка, млечник. Их можно холодным способом заготавливать. Можно горячим. Глуши грибов нету практически. Вот такие более открытые участки. Очень много старых грибов встречается, конечно. Посмотрите. Вот уже такие уставшие старички. Но в этом году я снял много фильмов о сборе именно в этом месте лисичек. Все фильмы выйдут зимой. Так что подписывайтесь. Много интересного. Вот впереди белый мухомор. Ядовитый гриб. Я здесь собирал массово лисички в этом году. Важно ловить момент. Вот еще стоят. Посмотрите. Каких огромных размеров грибы. Вот такие. Еще в среднем состоянии. Но будем брать сегодня. Дальше смотреть по обстановке. Вот он. Белый мухомор. Ядовитый. Такие грибы не собираем. Схож с бледной поганкой. Вопрос. У вас столько белых грибов. Карелия. Карелия. Зачем ты собираешь серушки, подберезовики, сыроежки. А вот эти лисички. Друзья. Я в первую очередь отдыхаю в лесу. Наслаждаюсь природой. Дышу свежим воздухом. И собираю все грибы, которые употребляю в пищу сам. Так. А это у нас. Смотрите. Белый гриб. Думал. Белый грусть. А это скрипица. Который условно съедобный гриб. Более сухой такой. Состояние видите сами. Грибы можно отстрезать. Выкручивать. Тора часто спрашивают. Собирайте, как вам удобней. Грибница не страдает. Это у нас парочка из серушек. Да. Я беру одни шляпки. Вот озеро. Здесь хоть немножко продувает. Вышел. А то очень душно. Невыносимо. Днем будет до 27. Опять. Для Карелии это жарко очень. Друзья, обратите внимание. Вот лет, наверное, 20 назад вот я оставлял такие метки. Грибные места, когда не было навигаторов. И вот здесь я собирал очень много-много лисичек. В лесу очень душно. Солнышко подымается. Вот. Собираем лисички. Желтые. Их можно жарить на сковородку сразу же. Можно немножко отварить и заморозить на зиму. Так они будут меньше места занимать и не горчить. Компания лисичек, сестричек чистенькие. Здесь такой интересный лес. Ёлочки, сосны, березки. Благоприятные условия для роста грибов. Вот. В приличном состоянии. Аккуратненько. Вот такой вот у нас красивый гриб подосиновик. Я думаю, ножка будет чистая. Совсем чуть-чуть. Она влажная. Ну, грибу, наверное, дней пять. Вот такая. Состояние среднее, конечно. Но отрежу шляпку, показать вам. Вот. Ничего себе. Аж сам удивился. Посмотрите, чистая ножка. Вот я нашел там подосины, корзинку поставил, прошел, посмотрел. Посмотрите, какая красота. Я сначала подумал, что это растут вешенки. Но это какой-то трутовик на старом дереве. Такой геменофор интересный. Пахнет, не знаю, как курица, что ли. такие оставим. А вот подальше здесь я обнаружил уже более съедобные грибы. Неплохого качества. Это у нас млечник. Такая семейка. Вот. Наклонился. Сразу же пять штучек. Вот пятая. Посмотрите, какая крупная грязь с объем. Можно брать вот с этой полянки. Такая семейка млечника. Показываю, чем я пользуюсь от медведей. Фитильные петарды, коробок, с собой спичек беру, пакетик, чтобы не намочилось. Можно брать с собой зажигалку. Без необходимости петарды лучше не использовать, тем более в жаркую и сухую погоду. Вот впереди еще один старичок подосиновик. Важно беречь лес от пожаров. Местами поспела уже брусника. Нескорослое растение. Очень вкусная и ценная ягода. Осенью глубокой в этих местах я собираю массово лисички до первого снега, до ноября. Они все чистые, черпь их не кушает. Аккуратненько. Любят лисички заболоченные участки, песчаную почву, грунт. Образуют микоризу с березами, с елочками. Красота. Вот хожу, пользуюсь навигатором, показывает, записывает треки. Если у вас нету навигатора, берите с собой в лес компас, чтобы не заблудиться. Но я компасам не доверяю. Один раз стрелка выпала, чуть-чуть друзьями не заблудился. Много благоприятно вышли. В лесу, конечно, красота. Грибочки попадаются, тут их два. Тоже млечник. Млечник я два дня вымачиваю, воду почаще меняю, потом отвариваю и с лучком, с чесночком мелко режу. Вкусная закуска. А это у нас лисички. Вот они. Много корзин набрал. Спрашивают Руслана, почему ты все время один едешь за грибами? Тебе не скучно? Отвечу так, нет, потому что подстраиваться не надо под кого. Сел на машину, поехал, проснулся, проспал, не захотел, передумал. Вот у нас такой желтобурый подосиновик. Взял камеру и поехал снимать, наслаждаться красотами карельской природы. Проверки все в прямом эфире, как вы любите. Вот посмотрите, чистая шляпка, чистая ножка, гриб среднего размера, по утрам пошли небольшие туманчики, роса и червь менее активен. Ну, чтобы лишнее не носить, сразу же мы отрежем. Вот из грибочка два кусочка шляпки и ножку можно взять. А этот кусочек лака мы оставим бельчатом. Тишина, красота. Самое главное единение с природой. Свежий воздух, дыхание. Вот она черничка. Вот двигаюсь в обратном направлении, меня спрашивают можно ли приехать тебе за грибами, где остановиться по поводу грибных туров. Вот у нас серушка. Да, я организовываю поездки грибные из города Петрозаводска. Сам являюсь водителем, гидом, проводником и просто хорошим человеком. Двигаюсь еще на место посмотреть. Остановиться можно в городе Петрозаводске, в гостинице, коттедже, на квартире, как вам удобнее, согласно бюджету. О, подождите, друзья, что-то такое. Пачка сигарет. Ничего себе. Еще и полная зажигалка, кто-то потерял. Но мусорить в лесу не надо, тем более в моем, как говорится, где хожу, поэтому я возьму и выкину. Неприятно смотреть, когда пакеты, фантики, бутылки валяются. Так вот, из Петрозаводска остановиться, где желаете, по вашему усмотрению. Я вас забираю в оговоренное время с утра и мы выезжаем на день за грибами. Обратно я доставляю в то же место, где забрал. И первый год уже вот эти черника. Так я руку сменю. Вот там пачка сигарет воняет. я не курящий сам. Вот. Посмотрите, сколько много ягоды. Классно, классно, конечно. Местами еще держится черничка. Вот еще парочка млечника. Вот. Спустился я к озеру. вот здесь такая красота. Наверное, на рыбалку выберусь. Да, в лесу, конечно, очень сухо. Вот сейчас я принял решение пройти еще болот с одной небольшой и посмотреть, как там обстановка. Побольше влаги. Какой мох. Мягкий лишайник. как ковер. Вот какой стоит огромный старичок. Подосиновик на болоте. Да, много-много крупных грибов. Такие стоят уже небольшие, но уже подсушенные подосиновики. Это просто сказка побродить по такому лесу. Это как такой грибной квест сегодня. Как вы думаете, друзья, интересно вам было записывать еще подобные выпуски. Вот кстати, мох, лишайник, точнее усния, тоже буду собирать, делать заготовки на зиму от протудных заболеваний. Такая маленькая сыроежка. Посмотрите, бельчонок приходил, лакомился. Оставим. Вот впереди лесная тропинка и еще один стоит красный подосиновик. Три часа в лесу. В этом видео я рассказал о грибной ягодной обстановке в Карелии. Привязка к местности, грибы растут локально и ответил на часто задаваемые вами вопросы. Надеюсь, информация была интересной и чем-то полезным. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Впереди много интересных выпусков. Я потихоньку двигаюсь вперед. Если что-то будет, вам еще покажу. Посмотрите, кнопочка какая растет. Маленький подосиновик. А нет, нет, нет. Спутал его. Такой гриб, мокруха или не знаю, но тоже съедобный, забыл название. Ух ты, какая красавица. Маленькая, маленькая. серушка. Посмотрите, какое отличное качество. Ножки тоже очень вкусные, но мы берем шляпки. Красота. Спасибо, лес. Ну, а сегодня все. И не пустая корзинка. Подосиновики, серушки, подберезовики, лисички. Ждем обильных дождей. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры